Доброго всем времени суток, с вами Текстер. Продолжаем Outriders, катаем тележки. В пустыне банда похитившая всех соратников и за это должна получить люлей. А вот тут кстати флаг. Что вообще так получается? Я зашел. Я пришел через Ceremonial Plaza вот сюда. Все, я туда не дергаюсь никуда. На самом деле тут остается вообще фигня. Раз, два, три и все. Ну и главный квест. Что ж, идем по главному квесту. Эту локацию буду сначала защищать, а потом вернусь в пещере, пещеру защищу. Это так. Планы на будущее. Пошли. А, да, 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 да. Патроны у меня вроде есть. И традиционный погляд на уровень мира. Включено. А то игра проявляет странное своеволие в этом. Надо проверять. Зачистите сектор. Идите, скорее всего. Прямо тут что ли? Оу. Извиняй, ядко. Не знал. Да не местный я. Кученько. А винтовка мне нравится. Улетел. Да, мы забрали. Что это такое? Да, куча-то их всех там. Нормально вывалили. Чудом ушел. Вот это было неплохо. Сейчас, погоди, ядку-то я получу и тебе будет счастье. Да, 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 постреляй. Снайпер-хрен. Давай, яд, давай. Ома. Ну пойдем, подружимся с моей винтовкой. Она вроде как-то неплохая. Знаете, вот это вот сюда куча. Чтоб точно тебя разобрать. Вот так вот. Колдун, что ли? Я тоже колдун. Пока не заряжусь. Ну, в целом я доволен жизнью. Так, пошли зарядимся. Винтовка хороша. Еще и апплюн потом. Будет вообще красота. Что дают? Ничего не дают. Ни хрена тут не дают. Пиндюлей тут дают только. Так. А, вот тут патрошки, да? Или это я кого-то тут застрелил? Ну-ка пойдем посмотрим. На крышу. Ладно. Это странно, но ладно. Вот тут еще есть. Ну что ж, по лестнице. И тут-то меня пинки и ждут. Что будет босс. А тут есть такие рядовые, я представляю, кто этот босс. О, живые. Не будет плохо? А, понятно. Да, движи ты всех-то. Они еще огня боятся. Хе-хе-хе, смешно. А, ну, назад. Предупреждаю. Они боятся огня, при том, что я их с пулемета не могу уложить. А тут с пистолет стреляю еще. Да пошло все. Ты че? По-моему, лучше что ложе. А где мой-то вот время? Понятно, хана механика. Держись, Чанна! Чанна! Держись, Чанна! Вечно ты во что-то влипнешь, а! Давно бы. А раньше схватиться было нельзя. Ну, что ж такое клишет во всем. Ну, че, потанцуем, ублюдок. Ага, и тут мне управление отдадут. На выеживался бот, отвечать мне, да? Да, блин, меня же просто убьют. Нормально? Че? Че, с самого начала? Охренели? Кто это левело делал? Почему я должен на это смотреть еще раз? Да беги ты, идиот! А я вообще че-то могу с ним сделать? Ну, хоть че-нибудь. Ну, давай. Смотри, Чанна телепортирует прям ко мне. Да нельзя, конечно. Кто-то это называет, наверное, сложностями. А это бред. И через 3500 сейвлоудов он, конечно, можно будет победить, когда поймешь, как он работает. Давай, телепортируйся к козлину. Ага, ко мне прям. А, понятно, не то оружие. Перезарядить может уже. А, пули, да, конечно. А, ну да, его же мало-то одного-то. Что, там толпу к нему надо приложить, да? Ну, так вот, гнусные боты, у меня для вас плохие новости. Дебилизм просто. Так, да? Да. Все. Все свободны, блин. В жизни в Dark Souls не играл и не собираюсь. Это что за херня? Это тоже херня. Ну, что теперь? А, тут тролль. Не та. Ну, не тролль, это. Точно. А еще меня можно в угол зажать. Вот так. Быть отцом нелегко, босс. Угу. Быть идиотами нелегко. Такие сложности с обилил выброса чем-то. Как-то все адекватно должно быть. Ну, и что-то такого выпало. Понимаешь, что какое-то дерьмо выпало, потому что я уровень понизил. Это должно было быть что-то эпическое, наверное, да? Оп. А тут пусто, да? А, нет. Эпик какой-то, да. Угу. Угу. У меня подставлял уровень троих. Учистое, как я его получил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я понимаю, что подразумеваю, что я буду метаться от него по арене, по этой. Час, другой, третий. Но, кому такие игры нравятся, играю в Dark Souls, в Призрак Отсусим и прочие подобные игры. Тихо очки. Думала, старый таракан все переживет. Мама говорила, он последний первопроходец на Енохе. Уже нет. А когда земля погибала, он даже смог сбежать с каравеллы. Якуб. Ну, почему? За что? Что было в нем особенного? Я думала... Что ему... Все насрать. Это было... Его защитой. Ну... Походу, на что-то ему было все-таки не насрать. Так, так. Представляешь, у твоего старика кресло-то вышло весьма удобным. Дальше будет только хуже. Если кто-то хочет вернуться, пусть уходит. А у меня задание. Я должен узнать тайну сигнала. Тебе нужен водитель. Так. Верните в лагере, похороните Якуб. Чего? Второй раз похоронить? Чана. Скажи, когда будешь готова. Мы подождем. Я готова. Якуб не верил в мое видение в тот сад. Вот и докажем ему. Ладно. Че у нас тут? Лагерь. Соревониал Плаза. Это я прошел в Хиллтоп Монастыре. Вот в эти я могу попасть, интересно. Вот в этот. Понятно. Давай попробуем. Опять все непонятно. А, ну да, оружие давайте с ним. Так, че, ну пока... Ага, вон там какое-то задание. Все хорошо, задачи есть. Зачистить территорию надо. Так. Так, Крилл Тролль, понятно. Вот этот намордник. 1600. Ну, берем. Сейчас апнем. А, фуфайка. Вот этот за 1400. Порточек нету. Перчатки. Вот этот самый большие. Ботинки. Ботинками обзавелся. Ну ладно. Мохнат какой-то я стал. Ну ладно. Пустынный воин. Все такое. Так. Винтовок. Винтовок нет. Какие странно. Дробовичок у меня, кстати, шикарный. Но можно получше. Легкий пулемет подавляющий. Погодите. Погодите, а чего я там хапнул-то? Типа эпическое что-то. Я что-то не вижу ничего. А, ну оно такое эпическое, что нахуй не нужно. Из-за уровня. Красная вода. Пустынный. Так. Вот этот. Легкий пулемет подавляющий. 7900. Но. Мне пулемет не нравится. Вот это. 7700. Забавная. Гостволка. Давайте ее возьмем. Она интересная. Так. И пистолет. Пистолет просто не парит, первый попавшийся. Так. Все. Нет. Не все разбирать. Разбирать. Так. У меня был синий автомат. У меня была какая-то дробовичастая штука, которую я пока не хочу выкидывать. Вот это, по-моему, было, да? Да. Критическая точка. Вот кроме нее все. Нафиг. Эту оставлю пока. Если вдруг не зайдет двухстволка, тогда ее возьму. Синий автомат уже в любом случае в отставку идет. Он не оправдал. Топка тоже туда. Продавать ничего не буду. Все в разборку нафиг. Это как-никак запчасти. А деньги нам в пустыне не нужны. Ничего в пустыне с деньгами будешь делать? Ничего. Лопаков, правда, пустыне нет, но и в этом качестве деньги тоже не особо. Так. Разобрано. Так, а вот теперь к негру чинить. Прячется. Отсиживается. Давай. Совершенствуем. Так, погнали. Лучше свойства. Тут не какие-то особо специальные осколки, которые именно к этому относятся. Потому что потом я могу лучше чищу чего-то. Так. Что тут у нас? Разрывная картинка. Давай. Рубашка. Потому что там все потратил, а вот сюда могу еще потратить. А главное, у меня в списке нет осколков. А, вот они разные просто у меня. Все, я понял. Так, токсичные патроны. Вовлечения. Спасибо, не надо. Так. Разрывная есть. Есть. Дольше. Берем. Парточки остаются. Перчатки. Заморозка. А черт с ним. Заморозка тоже устроит. Урон в дальнем бою много раз. Есть. Оружие. Я уровень не повышал. Вот что. Взрывается не надо. Каждый выстрел надо. Так. Я не повышал уровень. Не надо. Надо. Так. Этому. Как ни странно, надо. Нечем. Нечем. Так. Пистолет. Пистолету надо улучшить. Я могу. Не могу. Свойства могу. Могу. Бронебойность могу ему положить. Пистолет последний шанс. Поэтому надо. Но у него нет лечения. А это плохо. Поэтому давайте мы ему лечение забацаем. При убийстве нет. При стрельбе. Вот. Вариант. Вариант. Стандарт не меняется. Уровень. Не меняется. Так. Винтовка. Винтовка моя старая. Я вышел. Я молодец. Дороговичок мой новый. Редкости нет. Свойства. Ну, сила эффектов пойдет. Модификация. Так. Лечение естественно. При убийстве повышается навык. Нет. При стрельбе. Ну, давайте при убийстве. Знаете, нет. Лучше при стрельбе. Потому что я могу из него по боссам стрелять. Так что пускай непрерывно качает. Все. Вот так. С чанной я говорить не буду. Пойдем перемещаться и смотреть. Оп. Стопы. А тут был какой-то знак. Интересно. Да и мне тоже интересно. Заходи. Тут что-то высечено. Похоже на какие-то иероглифы. Может, язык Августа. Невероятно. Что-нибудь понимаешь? Я в этом ничего не смыслил. Но может поблизости есть еще послание? Если расшифруем их, может узнаем что-нибудь из их истории? Давай. Я посмотрю. А вот тут я по всем этим местам шарагу. Ну, пойду, да? Давай. Ориентир древние петроглифы. Петроглифы? Петроглиф, по-моему, естественно, ничего-то, нет? Ну, есть такие разводы на камнях, которые, похоже, как будто что-то нарисовали. На самом деле, это природное. По-моему, петроглифы-то оно и есть. Ну, я не уверен. Развитие туземной цивилизации и культуры, похоже, включало в себя некую форму письменности и ведения записей. По словам первопроходцев, поселения нашлись плоские камни, с вырезанными на них знаками и фигурами. Для большего правдоподобия у тебя даже были раскрашены в разные цвета. Правдоподобие. Петроглифы больше похожи на рисунки, чем повторяющиеся символы и знаки. То, как представляли все письменности мы, ну и иероглифы, и чего. Они изображают события неизвестной эпохи, скорее всего, исторические, хотя, вероятно, истории эти сперва существовали в устной традиции и лишь затем были вырезаны на камни. Отсюда возможны мифологические аспекты и преувеличения. Чем больше нам удается найти, тем лучше мы сможем установить историю этого мира. А мы что, этот язык знаем, что ли? Персонажи. Умер. Когда Якуб и остальные члены отряда укрывались в пустыне, и взяли в плен. Пока вы спасали отряд, Якуб кинулся спасать Чанну, и погиб от руки предупредителя дикарей. На его на гробе написано, здесь покоится Якуб Добровский. Отец вдруг первопроходится. Так. Ягак. Огромное существо, которое, похоже, возглавляет дикарей. В отличие от остальных монстров, на еных его дикарей, из проблески разума. Более того, командир отличается хитроумием. Стал очереден, когда он строил засаду для вас и вашей команды. Ягак похитил ваших товарищей и убил Якуба. Вы смогли победить его, но он успел сбежать. Что? Он сбежал в итоге? О как. От меня все сбегают. Ты кто? Командир. Ну, командиры я, по-моему, читал уже. Так. Ну что, надо смотреть, где я в деревне буду Петро Глифа искать. Вот там буду искать, я молодец. Я чувствую, я везде буду их искать. Не один, а по всем по одним точкам пройду сейчас. Пошли, Петро, Глифы. Петро, где твои Глифы? Ох, какая у меня фуфаечка-то знатная. Посмотрите на это. Какая шубейка. Зачисти рынок. Торговцы, три шеринги стройсь, а рынок зачищать. Снайпер у меня та же самая, так что тут, увы. Хотя ядом могу. О-о-о. Так, они меня фигачат-то, а, вы видите? Ты меня отбросил, я сам замерз. Здорово. Офигенно у него силовое поле. Я тоже такое хочу. Можно? Игра этого в одни ворота, просто пипец. Ну, че, кто, где. Давай туда. По кому-то там. А, понятно. Высунулся и спрятался. На тебе. На тебе еще. На тебе еще два раза. Блин. Что всегда шутеров выбешивало? Вот ты стреляешь в человеке с кого-то слонобоя, а он не то, что не помирает. Ой, похрен. Тут человек такое, чахлый пчасток, что оттуда от царапины загнулся. Ну ладно, это не человек. И с человеками что же самое. Там никого. Ну давай высовывайся, что ли. Айдь. Да, блин. Ты задрал. Привет тебе, мордышка. Угу, справа, понятно. Поставишь, нет? Чудо-юдо. Не залетело. А вот там фигатишь. Смотрите, это выстрел в голову. Ну пойдем, пощупаем. Смотрите, чумы в догонку. Да ладно. Так, я пока пошел отсюда. Ох ты, как они меня. Можно поставить эту хрень. Ну и что, ты сел в поле своего, когда-нибудь вылетишь? Смотрите, у него с это поле не кончается. Обалдеть. Издевается. Я ему сделать ничего не могу, пока он в поле. Что надо такую имбу зачем-то делать, а? Точно. Еще и из миномета по мне постреляйте. Все. А турель его как-то пробила. У меня читерская турель, я понял. Да иди ты, снайпер хренов. А-а-а! Да, теперь сижу. Ага. На тебе хребтину. Блин. Тоже вариант. Вот там где-то сидел снайпер. На тебя. Четыре выстрела и он трог. Но вот с этими целыми полями это просто пипец. Вообще ни в какие ворота. Сейчас опять набегут с полями, да? Кого стреляем? Давайте вот это жахни. Может к кому-то прилетит. А, два бальверка этих. Я за стеной спрятался. Я тоже спрятался прям. Ну так стою. Ну че, кто 81-й? Давай, может попадет по кому? Ну так, немножко. Зашевелился, зашевелился. Как от тебя выйти-то? А я обратно прибежал. Зараза. Обломись. По-моему, их прогнул. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Заряжусь, мы продолжим. Че вы думаете? Безнадега. Пойдем правого пилить. Чувак, дай что-то бы сделать. Я вот этим жахну и все. Вот и все. Так, как туда пройти, мне вот интересно. Эть, и спрятался. Кто? Ладно, пошли вокруг. Вовруг. Это было неожиданно. А, вот, много. А еще мы не умираем от этого головы, я не понял. Напряженненько, напряженненько, все. Так, и там еще сидят. Ну, штурмовать потихонечку. Давай, голову поднимай. Нет. О, боль вверх. А, все, приехали. Поле. Силовое поле сценария. И смотрите, оно держится и держится. Оно держится. А я бегаю и бегаю от него. Потому что я ничего не могу ему сделать. Он сейчас неуязвим. Он продолжает быть неуязвимым. Возможно, у него хоть лимит есть у этого поля. Но оно отражает выстрелы в меня, поэтому я это пробовать не хочу. А что, тут бегает? А что, прыгать научился? Сверху прыгнул. Орел. Если это обычно, у меня гаспопа его с теми, салоним полями, что-то не очень. Да замерзнет. Там еще что-то есть. Не очень хорошее место для туреля. Давай, дружи. Это выпуск, хорошо. Ходо, 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 ходо. Фу, выпилил его. Каким-то чудом. Пойдет, я тебе показываю. Так, пролезай. Надя, за спину. Не успел, надо же. Ой, марафон долбанный, а. Давай туда. А ты туда. Кому-то что-то прилетит. Слишком угол не тот. Так, это воин. В воинах мы попинаем. Не очень попинаем, потому что нас тоже пинается. Да вы заходите сюда, не стесняйтесь, елки. О! И там черепугач какая-то. Не-не, союзников у тебя не будет. Бедит нафиг. А вообще пошел я отсюда. О! Беги! Я опять не то нажал, на это бывает. Ну, чуть-чуть ему прилетело. От души наденемся на нашу стрелялку. Надя, я кузяку. Надя, вторую стрелялку. Опять буду бегать и отступать. А чем еще остается? О-о-о! Знакомая фигня, да? Я с ней теперь буду бесконечно носиться. Она будет меня сжечь. О-о-о! Иди отсюда. Булждающее пламя. Шикарная штука. Лучше нет оказаться между ней и противником. Эть. Все? Пламя ушло? Пламя пошло, наконец. Фух. Ушел. Пора стопыривать пока. Опять пламя. Да екарный ты, бабай. Эх, подгорел немножко. А оно дамажит, кстати, не по-детски. Да-да-да. О-о! Вау! 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 У меня так много дамаг не надо, если что. Так, там пламя. Ходу-ходу. Ходу! Так, сейчас грамотное дело обойти. Пламя, мяч ходит за мной. Еще ходит. Да, блин! А вот пламя кончилось. Нам что, теперь легче. А что сразу уходить-то пошел? Давай дружить. Вау! Так близко, не надо. Пламя рядом со мной прям материализовалось. Ах ты ж! Вот его шанс. Да все, гасни. Глупо померить сейчас было бы. Ну так и вот. Собственно, я вот про это. Намного с ним веселее бегать, чем с более простым врагом. Вообще не веселее. То есть я сейчас тут зигзагом метался. О-о-о-о! Ты тут какого хрена делаешь? Пошел посмотреть, что с твоим боссом. Ничего с твоим боссом хорошего не происходит. А, все, понеслось. Целовое поле. Проблема в том, что оно в меня отлетает. Оно, да, оно как бы насыщается и дохнет. Но оно отлетает в того, кто стреляет. Поэтому лучше, когда он стрелит в меня. Ну что, выходить будешь? Да, блин. Ты тактик, блин, унылый. Ну что, выгляни. Так, вот, да. Все, нет, не все. Голый чувак выдерживает выстрелы из слабоя. Хоть чуть-чуть правоподобие. Тут какой-то древний артефакт. Я его чувствую. Такая энергия. Хм. Может, у тебя получится как-то на него повлиять? Положительно повлияю сейчас. Кубик Рубика. Не крашеный. Китайский. Тут что-то опасное надвигается с неба. А, аномалия, наверное. Много людей погибло. И они в пещерах, что ли? Хм. Но, как тогда они умудрились не только выжить, но и построить поселение? Кто бы знает. Потрясающая находка. Ищи дальше. Находка реально потрясающая. Чтоб просто надпись на стене оставить, но такую хренотень сделать. Которая крутится, светится, игнорирует гравитацию. Пипец. Все, эта штуковина больше не отзывается. Может, она не единственная в деревне? Попробуй пробудить другие такие же люди. Узнаем что-нибудь еще. Ага, в монастырь надо. Вернее, в крафтильную. История паксов. Паксы. Паксовые. Существа с Еноха. Это мое краткое изложение истории туземных народов Еноха. Она основана на тех сведениях, которыми удалось подчеркнуть, расшифровывая их иероглифы. Судя по всему, таинственная сила, которую мы называем аномалией, не нова для этой планеты. На ранних этапах истории аборигенов и их существования также угрожали страшные бури и странные феномены, связанные с энергией, которая пронизывает собой весь Енох. Местные жители массово гиблили, так что им пришлось перебраться в подземные пещеры, где они и переждали буйство аномалии. У меня пока нет ни одной гипотезы, объясняющей, как им теперь удается строить деревни на поверхности. Ну как, защищают с кем-то целым полем. На этом давайте закончим. Серия получилась уже длинная. Продолжим дальше. В следующей серии.